x5 диалог 2022 продолжает свою работу надежда здравствуйте добрый день пятерочка и соответственно формату дома так или иначе за последнее время очень привлекает в себе внимание как эта приоритетность именно этого формата будет влиять на дальнейшее позиционирование пятерочки и планируется ли здесь какие-то изменения да действительно формат магазинов дома сейчас является одним из самых востребованных но наверное здесь еще вопрос знаете такой комбинаторики формата и позиционирования да вот то и над чем мы сейчас работаем это как раз формирование нового позиционирования или обновление нашего позиционирования как магазина низких цен и в этом направлении мы предпринимаем ряд действий в том числе и снижение цен на определенное количество товаров и формирование определенной матрицы под потребности наших основных целевых нашей основной целевой аудитории вот ну и конечно же часть 3 маркетинговых инструментов мы переиспользуем немножечко иначе для того чтобы создать какую-то дополнительную выгоду далее вот вот это дополнительное восприятие доступности в глазах наших гостей все-таки изменился ли потребность покупателя у пятерочки сейчас последнее время как вы это чувствуете настраиваете да и тут еще такой момент когда вот создавать радость в долгую это непросто особенно с такими там вызову которыми мы пользуемся вот в связи с тем что покупатель там меняется меняет не меняется как вы в этом плане меняете или не меняете маркетинговые стратегии сети конечно меняется покупатель да ну там последние события и скорость перемен которые особенно там внешняя среда на нас накладывает она сказывает оказывает свое внимание на нашем покупателе в том числе мы видим что стали искать больше доступных товаров да или больше искать товаров с промо например да также потребители готовые наши покупатели не готовы переключаться на товары собственных марок естественно когда они нам цена-качество до сад соотносятся с друг с другом мы видев вот всю эту историю мы кластеризируем наших наших гостей по тем или иным их как сказать покупательским привычкам покупательскому поведению их основой потребительской корзине мы их называем персонами исходя конечно из ключевую из основного поведения ключевых персон мы выстраиваем или там адаптируем да вот свою стратегию в рамках наших cvp вот уже в начале немножко говорила об этом да когда мы сейчас фокусируемся на своем ценовом позиционировании на доступности да вот продуктовые корзины для наших гостей на формировании доступного интересного им ассортимента который закрывает все их потребности вот во всех этих категориях в том числе мы точно также используем товары стм для того чтобы закрывать те потребности которые мы не можем закрыть продуктами с рынка товарами с рынка да с точки зрения вот таких вот моментов надо же еще выстраивать программу обратной связи с покупателями как сейчас насколько вообще охотно делятся покупатели сейчас вот обратной всегда ли я понимаю что обратную связь очень любит отрицательного характера до делать и я понимаю почему и получается ли получается ли у вас формировать том числе и обратную связь которая позволяет вам какие-то изменения улучшения делать не только на отрицательных каких-то вещах на на мочеважное мнение наших гостей мы используем ряд инструментов для того чтобы собирать вот эту вот обратную связь да у нас есть конечно же сбор опросов нпс когда мы спрашиваем как раз насколько счастлив наш покупатель да приходя к нам в магазин получать ли он достойный уровень там ассортиментного предложения ценового предложения сервисного предложения мы обязательно берем это в работу как правильно говорить с точки зрения того что можно улучшить из уже хорошего да для того чтобы вот вот это свое достоинство как бы преимущество поддержать да и естественно мы смотрим на то где мы можем улучшиться для того чтобы повысить лояльность наших гостей наших покупателей чтобы они возвращались к нам ли ходили чаще также у нас есть система например шпионского клуба которые точно также это уже наша активная позиция когда мы запрашиваем на обратную связь от наших гостей каким-то конкретным например да на вопросом который нас интересует в той или иной биографии да это может быть национальная история может быть какая-то локализованная история вот здесь нам тоже очень важно наше мнение относительно того вот что наши гости видят приходя к нам в магазин да и важная еще история с рейтингом продуктов то что нам важно не только то как мы выглядим да вот как насколько удовлетворен наш покупатель нашими сервисами или еще да там каким-то дополнительными инструментами которые мы используем но еще мы спрашиваем про продукты и каждый из наших гостей может поставить рейтинг тому или иному продукту и это активно помогает самом деле и нам да сказать менять что-то в нашем ассортименте или в качестве продуктов также и другим гостям выбирать те или иные продукты в рамках трейд маркетинга невозможно не затронуть момент того что но это все долгосрочные программы которые требуют ну во первых и длительного срока подготовки каких-то инвестиций с этим всегда вам помогают поставщики развивая какие-то категории понятно что с уходом крупных fmcg брендов которые традиционно развивали категории инвестировали в том числе в трейд маркетинг как сейчас изменилась история с планированием там в том числе на следующий год каких-то активностей какие-то может быть сложности или наоборот хорошо откликнулись российские производители которые встали на места вот могли бы этот момент подсветить вы знаете да ситуация немножко поменялось с точки зрения что на каждой из сторон начала проявлять большую адаптивность и наверное большую креативность в подходах того что можно делать да вот в рамках трейд маркетинговых программ я же приводил пример в этом году мы например да начали делать собственные программы в которой мы приглашаем наших поставщиков в качестве спонсоров в качестве интеграции да вот в нашей собственной программы мы понимаем что не все поставщики обладают там теми или иными бюджетами для того чтобы собственную программу нас сети проводить например или у них есть какие-либо другие ограничения которые не позволяют им в достаточной степени да вот массово или открыто коммуницировать какие-то дополнительные активности в рамках их брендов поэтому мы их приглашаем собственные программы куда мы их интегрируем предоставляем им дополнительный инструментарий в рамках этих программ с теми же сам поддержкой дополнительными механиками индивидуальными под них и это помогает нам с ними да вот находить тот самый баланс удовлетворение общих потребностей на из точки зрения планирования бюджетирования этих программ и с точки зрения эффекта для поставщиков потому что они просто перераспределяют свои бюджеты как раз вот вот в этом направлении но это как один из примеров да на следующий год мы планируем вообще поменять немножко тоже свой инструментарий мы тоже адаптируемся да мы тоже подстраиваемся под возможности которые есть на рынке нам очень интересно для наших гостей сделать максимум и вот для того чтобы сделать этот максимум мы конечно ищем все возможные инструменты иногда мы их создаем сами или вместе с поставщиками для того чтобы сделать это эффективно от где может найти эту информацию максимально рано поставщик как она знает ну есть несколько способов для того чтобы это сделать мы проводим регулярные встречи с поставщиками относительно там планирования да сейчас она носит более краткосрочный характер но у нас и перемены они да вот как бы еще более краткосрочные перспективе как часто как мы сейчас понимаем уже происходит вот поэтому здесь самое важное что может быть это диалог и не зря наш сегодняшнюю встречу с поставщиками тоже называется диалогом да вот диалог и понимание возможностей и потенциалов с каждой из сторон пока это видится самым эффективным способом потому что все у всех очень быстро меняется и главное ну вот это все обсуждать может пробовать что-то новое сегодня тоже уже на встрече вот в маркетинговой части мы об этом говорили пробовать что-то новое да и как бы стараться не наступать на не те же грабли дважды ключевые выводы в вашей сессии как раз круглого стола могли бы вот для себя для нас точнее отрезюмировать может быть там два-три ключевых момента вот именно части маркетинговой стратегии пятерочки которые бы хотели вот отнести как фокусные на следующий год пятерочка как ритейлер уже не не просто ритейлер а мы уже медийная площадка с релевантным а иногда даже превосходящим охватом чем традиционные кит каналы коммуникации поэтому у нас достаточно большой репертуар инструментов и инвентаря который мы совместно с поставщиками можем очень эффективно использовать вот эта первая история что мы не просто торговая сеть мы уже целая медийная платформа с разным набором инструментов второе это использование этого разного инструментария и как раз вот это история с тем чтобы пробовать что-то новое да спробовать новые инструменты пробовать новые механики, потому что на рынке еще не все механики изобретены, не то, что не все переиспользованы, да, еще, наверное, не все механики изобретены, поэтому здесь, что с точки зрения трейд-маркетинга, с точки зрения маркетинга, коммуникации или CVM, у нас еще есть очень большие перспективы для того, чтобы сделать что-то больше и эффективнее. И судя по тем вопросам, которые как раз задавали поставщики, они тоже думают в этом же самом направлении, где можно что-то эффективнее, как это можно эффективнее использовать. Вот здесь мне кажется, это хорошая история, что мы движемся в одном направлении, и третий пункт, это тот, о котором я уже упоминала, что, ребята, давайте в диалоге обсуждать потребности и возможности. Мы обязательно найдем, как решить эти вопросы, и как дальше двигаться наиболее эффективно. Как понимаю, это как раз обсуждались в рамках круглого стола магазин «Как медиа». Да, все верно. Ну что ж, коллеги, я вам рекомендую посмотреть внимательно двухчасовую сессию «Магазин как медиа», которая также в рамках «Эксперт диалог» проходила, изучить его и применять на своих продажах, в своих бизнесах. Надежда, спасибо большое за ваши ответы. «Эксперт диалог» на текущий момент завершает свою работу. Все видео у нас на сайте, изучайте. И до скорых встреч, всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова